Всем привет! Сегодня у нас на обзоре замечательный пистолет Makita. Вообще это пистолет для герметиков, который работает как с тубами привычными, так и с тем, что мы называем колбасой. Не знаю, как это правильно упаковка называется? Колбаска их всех колбасками называют. Ну и работает еще напрямую с герметиками. Для этого у него в комплекте идет три... Вот такая насадка. И три съемных переставных плунжера маленького диаметра для работы с тубами с такими. Почти полностью повторяющий диаметр основной тубы для работы с такой упаковкой. И конкретно более толстый уже с резиновым кольцом уплотнительным для загрузки герметиков прям туда в тубу и нанесения. На мой взгляд не хватает плоской насадки. У меня такое ощущение, знаешь, как старые мясорубки. Только это новая мясорубка. Ножа не хватает и вот это вот закручиваешь. Такой оп и... 530 грамм вместе с пистолетом. Смотри, оп, 2,3. И батареечку. И вишенка на торте до трешечки. Нет. 2,960. Ладно, очки из комплекта пойдут. Ты шаг на голову надеваешь. Это в комплекте? Да. Ну, но ведь это самое-самое прям... Они уже поцарапаны, посмотри на них. Я их только распаковал, вишеньки потертые. Может, это для какого-то некого стереоэффекта? Ну, большие, да, ладно. Хорошо, я чувствую себя учителькой. Короче, это LX-тишная тема. Тут есть регулировка оборотов от 1 до 5. Индикатор чего? Не знаю. Инструкция, к сожалению, у нас только на квадратном. Поэтому мы знали, что такое, но мы не знаем, что это такое. Ну, я думаю, что это перегрузка какая-то. Возможно. У него также есть режим антикапля. И защита в конце от дурака, это когда он... Ну, шестерни не почему уже крутить. А-а-а. Дает до конца и ничего не сработает. Ну, такая мощная шутер. Мне нравится, как работает редуктор. Когда сжимаешь, он прям тянет. Но обратно можно вытянуть его в любой момент, когда он не работает. Он легко вытягивается, да? Да, очень. О, да, прикольно. И при этом, если ставить аккумулятор, начать тянуть, то обратно ты его так уже не вырвешь ни за что. Давай попробуем. У нас есть сейчас плунжер для них. О, давай его и попробуем. О, пайкю-тест провален. А, блин. Ха-ха-ха. Да. Резьба широкая. Ну, то есть тут сколько? Два оборота, полтора оборота, и все, и зуба затянуто. Это удобно. Теперь ставим аккумулятор. Геморрой. Свободный ход. Кайф. Снять носик. Носик. Выбрать скорость. Сейчас пятерка, он так довонет. На единички. И... О, пошел. Антикапля. Прикольно. А если на пятерке? Что, думаешь, прям так? Давай. Тогда я угол поменяю. Оставь нам гермитоса. Закончится все. Да нормально, слушай. А теперь втягивай его обратно. Прикинь, был бы режим, да, такой? Перегнул, реверс включаешь, и он прям так убирает. Ну, слушай, мне нравится, как он работает. Антикапля прикольно работает. Антикапля, это кайф. Вечно лезет силикон с обычным пистолетом, если антикапли нет. Сумеет, все, нифига, он его высосал назад. Так, закрываем, переходим к колбасам. Самые колбаски, по-моему, самые тяжелые для пистолетов, да? Ну, в клей. Мне кажется, что еще можно, сюда можно зафигачить раствор. В затирку, например. Мы этого, естественно, не сделаем, потому что нам лень мешать раствор. Но после раствора... Замешивать. Замешивать, а я что сказал? Мешать. Дырка, отверстие, ладно. После раствора по тяжести выдавливания, получается, идет колбаски вот эти. Нужно сменить... Но если не брать в расчет еще сверхпрочные клея в таких же упаковках, у которых еще толстый носик, потому что они совсем тугие. Но мне кажется, эта штука сама продает все что угодно. Теперь нужно поменять пунжер. В комплекте с каждым гайка уже там впрессована. Винтики М3. Меняем пунжер на, так сказать, средней посложности. Держится на одном винте, да? Он на нем фиксируется, чтобы он не отвалился. Держится он механически, упираясь просто сюда, в торец. А, ну нормально. Ставим второй. Вопрос, зачем три винтика, если есть один? Слушай, а к этому пистолету, получается, еще есть... Это версия. Это модели, видишь? Получается, у Макиты есть разные разновидности пистолетов. Это вот классический пистолет ручной, только с аккумулятором. Короткий и длинный. С длинной тубой. То есть вот эти тубы бывают разного размера. А у нас длинная туба. То есть это большое... Ну... О, смотри, как раз под размером. Да, думаю, под это... Но здесь тубы на 600 миллилитров. Не знаю, бывают ли литровые. Интересно, ее можно удлинить? А нужно ли? Да, чтобы вообще где-то вот так сверху делать. Так, к силикону на пальцах добавляем немного гермитоса. Да, хороший разворачивайся, он должен уже давить, ты не должен пачкаться. Режим? Тройка. Ну, давай. Чувствую сопротивление, изгибается туба. Ну, прям фигачит, я тебе скажу. Тянет, да? Он прям старается, усирается, но тянет. О, какое оно тяжелое стало. Давай попробуем на заранее подготовленной картонке. А вот это мы, блин, натуре тяжелое, вот это мы уберем. А я вот смотрю за этой лампочкой, и она ни разу не сработала. Перегруз! Да не должно. Все, вклеиваем окно, стекло. Сработало. И причем, когда она сработала, он автоматически... Антикаплю врубил. Антикаплю врубил. Это вот я нажал на максимуме. Давай еще раз. Понял? Может, режим... Берешь туда и готово. Ну, хорош, хорошая штука. Разогнался. Он вообще отлично давит и даже не напрягается. Единственное, когда у тебя колбаска заправлена, если ты сразу нажимаешь на максимум, и у тебя стоит максимальная скорость, тогда он в ошибку вылетает. То есть у него срабатывает антикапля. А где этот конус защитный? На что? Ну, сюда, не знаю, чтобы не высыхало. Я хочу, следующее окно буду ставить через три часа. Сейчас я вот это вот загерметизировал. Сейчас мне должен перейти на другой объект, на соседний дом, собрать инструменты, там делать. Мне сейчас надо все разобрать, помыть? Да. Спасибо. Оставляем. Ну, не знаю, скотчем малярным заклей. Ну, это не все. Да, после того, как вы поработали, понимаете, что вам, короче, надо бы подотдохнуть. Так вот. Оп. Ля. Ну, класс. Это офигенный холодос-нагревоз. Причем уже проверен, мы его с собой брали в дорогу, тут ездили недавно. Он работает. Но мы его не проверяли на нагрев, но на охлаждение работал он шикарно. Он шикарно может работать как от 18-шки аккума, так и от XGT-шки аккума, так и... Молодец, зачем ты его сейчас выключил, Петь? А что? У него цикл 3 минуты перезапуск. Для работы ему требуется один аккумулятор, либо бортовая сеть автомобиля 12 вольт, либо 220 вольт, но почему-то этого переходничка у нас не было. Я не знаю, куда он делся. А, вот здесь подключается. Да, подключение сетевое, вот тут вот сбоку. В приоритете он автоматом выбирает сеть, если у вас появляется напряжение. То есть, например, воткнули в машину, включили его на аккумулятор, завели машину, появилось питание на прикуриватель, он переключается на это питание. Выключили, он возвращается на аккумулятор. Из маленьких нюансиков, 3 минуты где-то цикл, когда он может перезапускать компрессор, в этот момент не работать. Еще у него есть выход USB 5-вольтовый, 2 ампера, 2,4, да, вот здесь под крышкой. Мы вам показали, наклонили, но его нельзя наклонять в любой плоскости, более чем на 30 градусов, на чем он ходит в защиту. И поэтому у него ручка для переноски с другой стороны. Она не фиксируется вот в приятном вот таком положении, она только вот так. Когда вы несете, холодильник примерно в таком углу остается. Мелочь, ну... Но это издержки технологий, зато он может помимо того, что охлаждать, на 10 градусах он может... Он работает от одного аккумулятора всегда. То есть, если вы ставите два аккумулятора, он сначала разрядит один, потом второй. Можно поставить одновременно 18-вольтовый 5-амперник и 40-вольтовый 4-амперник. Я думаю, можно еще и по-другому, но у нас есть только такой и такой, поэтому мы проверяли. Потому что здесь, давай покажем, расположение аккумуляторов. То есть, получается, сюда 40-вольтовые ставятся, а вот с этих краев ставятся 18-вольтовые. А вот сюда еще подзарядка. И еще USB. А что сюда? Телефон? Ну, не знаю, сомнительно. Если холодильник, как правило, будет стоять у тебя в багажнике... Кемпинг, офис. Хотя... Он может стоять не в багажнике, а в салоне между сиденьями. Вот тебе два подстаканника, чтобы отсюда банки не уезжали. Сделали бы снаружи. По внешнему виду, по эргономике на крышке есть вот такие вот выступы. Несколько штук. Мы уже проверили это для того... И не просто так. Чтобы туда входил кейс, он не защелкивается, что поделать, зато он не соскальзывает. Он не падает. То есть, его можно катить. Сюда хавку, сюда питье, сюда телефон, сюда стаканы и кайфуй. Не, ну, стаканы точно упадут. Хотя под них есть подстаканники. Еще по внешнему. У него шикарные металлические петли. И даже вот на этой крышечке все равно металлическая петля, не пластиковая какая-нибудь, которая прямо отвалится-отвалится. Она очень крутая. Петли действительно хорошие. Ручку показали. А, у него есть открывашка. Да, разворачиваем еще раз. Открывашка для классических бутылок. С лимонадом. Это важно. И два выхода с обеих сторон. С одной стороны здесь идет забор воздуха, с другой стороны выход. Кулер стоит и там, и там. Здесь, если сдвинуть, то есть небольшая сеточка, фильтр, который периодически надо проверять, прочищать. И по инструкции еще нельзя ничего ставить там на расстоянии ближе, по-моему, трех или пяти сантиметров от боков и от верха. Да. Да, то есть если между сидушек. Ну, короче, чтобы вентиляция была, как говорится, головой думать и все. По режимам работы температуру он может от минус 18. Нифига себе. Минус 18. Это можно лед засыпать, короче, и хранить лед. О, слышишь, аж завибрировал. Ну, то минус 18 ему выстояло. У него стоит сейчас 7 градусов. Стояло 10. В инструкции большая сводная таблица по всем версиям комплектации аккумуляторов, там, и 18-х, и 40-вольтовых. Ну, правда, парные какие использовать. И с какое время работы, на какой температуре в режиме охлаждения, режиме нагрева. Нагрев до 60 градусов у него возможен. И вот запомнилось мне конкретно с XGT 40-вольтовыми 4-амперными двумя батарейками. В режиме плюс 10 он будет работать 29 часов. Это дофига. Это очень дофига, если учесть, что по большей части он будет включен, например, в сеть автомобиля. Короче, вот мы неделю ездили на машине, и нам хватило двух аккумуляторов, мы их разрядить не смогли. Сначала я еще подумал, что предположили, что он заряжает эти аккумуляторы, но нет, такого он делает, просто он их не посадил. У этого холодильника есть очень удобная вот такая ручка, оп, которая открывает вам доступ в емкость с подсветкой. Тут даже подсветка есть. Зачем? А вдруг ты в темноте вечером жрать пришел, да? Жрать пришел. Ну, кольцо и специально вот эта щелочка для чего? Для циркуляции, для разности давлений. Ведь когда воздух остывает, он сужается, образуется разряжение, и если будет идеальная герметизация, тогда ты не сможешь крышку открыть. Они продумали даже такую мелочь. Тогда бы уже сюда, как в холодильниках, магнит бы сделали, магнитную ленту. Они сделали круче. А посмеяться хочешь? В инструкции есть предупреждение, что, внимание, крышка защелкивается, и следите, когда утилизируете, всегда полностью демонтируйте крышку, прежде чем выбросить, потому что вовнутрь могут залезть дети и закрыться. 20-литровые дети? Не знаю, кого сюда. О, лимонадик. Холодненький, кстати, еще. Еще, в смысле, это рабочий холодильник? Не знаю, мне. Он по объему-то не сильно большой, да? Не знаю, шампанское сюда помещается вообще на изи. А вот полторашка по диагонали только. Ну, три-полторашки максимум по длине чуть-чуть не входит. Вот косяк. Может быть, в Японии разметное дело в других объемах? Доложи, что сюда влезет? Это коньяк, две полторашки, шампанское, раз лимонад, два лимонада. Ну, еще осталось место для нескольких же банок. И все это прекрасно. Блин, да нормальное тут место. 20 литров вполне хватит, чтобы охладить на компанию напитков. Или еды, там, борща туда залил. Нельзя. Нельзя? Жидкости открытые нельзя. Ага, нюанс. Дошик не заварить, короче. Прям, ты хорош. Дошик, он же в термоупаковке не заварится. Точно. Короче, холодно с бомбовским, мне он понравился. Ну, все, нам пора разбираться с внутрянкой. С внутрянкой. Спасибо, что посмотрели этот великолепный короткий обзор. До новых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»!